Приветствую вас в очередном выпуске Strongle Mods. Без понятия, получится сегодня длинный выпуск, либо будет коротким, но в любом случае займусь я сегодня устранением болячек нескольких. Вот на этом двигателе V6 такая своеобразная будет работа над ошибками. Почему над ошибками? Ну, собственно, сейчас все увидите. Примерно года два назад на своем канале YouTube я показал, как установить взамен оригинального датчика положения дросселя Ford, который в тот момент уже помер. Волговский датчик. В данном случае это волговский датчик NRK1-8. Разномаз вроде бы производитель. Короче, без понятия. Вот такой вот датчик у меня, все фоточки его есть в группе ВКонтакте, в альбоме Ford V6. Ну так вот, на данный момент, как вы догадались уже вероятно, этот датчик помер, а помер этот датчик не потому, что он NRK1-8, а не оригинальный датчик, как некоторые говорили. Или установи оригинальный датчик, потрать 80 баксов, типа, и бед не будешь знать, а этот датчик у тебя помрет где-то месяца через два. Но нет, два месяца прошло, прошло четыре месяца, прошло два года, и вот только он сейчас на днях помер. А помер он не потому, что, как и сказал, это NRK1-8 и не оригинал, а потому что, собственно, я в свое время, когда я его устанавливал, маленько перестарался. Как вы видите, здесь нужно было спилить одно из ушек, и, кстати говоря, вся процедура установки этого датчика, изготовление переходной пластины, переходника самого провода от оригинального штекера, собственно, на этот датчик. Вся эта процедура у меня есть в этом видео, ссылочка будет внизу в описании, переходите, смотрите. Ну так вот, на данный момент, как и сказал, я маленько перестарался, но перестарался я еще тогда, и, как бы, отпилил немножко больше, и повредил слишком сильно корпус. Таким образом, что здесь аж образовалось вот такое вот отверстие небольшое, как видите, оно насквозь туда проходит. Я, когда устанавливал этот датчик, думал то, что, ну ладно, сейчас, собственно, покажу, все засниму, а потом промажу герметиком, собственно, устраню это отверстие, дабы туда грязь и влага не попадала. Но, как вы знаете, то, что временно делается, остается практически всегда-навсегда. Так и в данном случае произошло. И этот датчик вот два года отслужил и помер, забился, походу, слишком сильно грязью, влагой. И на данный момент его нужно заменить. Думал, думал я изначально, на что же его менять. Ну, не захотелось именно покупать NRK1-DF8, так как в тот момент, когда я покупал именно этот датчик, у меня попадалось два раза изначально нерабочий датчик. На третий раз вот уж повезло, оказался рабочим. Поэтому поискал-поискал в интернете в том же самом диапазоне цен и нашел точь-точь по такой же цене датчик положения дросселя от Kia Sportage, либо Kia Accent. Там еще на наклеечке написано то, что этот датчик подходит для двигателей 406, 405, 409, Sportage и Accent. Фоточки этого датчика подробно будут, конечно же, в группе ВКонтакте, также в альбоме Ford V6. Ну и, как вы видите, этот датчик у меня от производителя Maneuvre. Как, собственно, здесь написано, внизу это вроде бы немецкая запчасть, но не знаю, чего-то мне не особо верится за такие деньги немецкая запчасть. Ну, хотя, может быть, не знаю, я впервые сталкиваюсь с этой компанией, Maneuvre, без понятия, как на немецком правильно это прочитать, но перевел и, собственно, переводится как Maneuvre. Maneuvre. Ну, так вот. Думаю, то, что этот маневр будет верным. Внутри же у нас, получается, этот датчик упакован в полиэтилен. Из полиэтилена я его уже достал, собственно. Вот таким вот образом это все выглядит. Вот сам датчик, сам полиэтилен, тоже с надписью Maneuvre, Германия. Походу, они пытаются, ну, если это, конечно, не оригинальный датчик, пытаются выдать его за немецкую запчасть и везде пишут Германия, Германия, Германия. Короче, без понятия. Посмотрим на работу самого датчика и будем судить уже из, собственно, опыта владения этим датчиком. Ну, так вот, чем же он отличается от того датчика NRK-1-DF8? А можно сказать, практически ничем, кроме, конечно же, вот этих вот втулочек. В ушках металлические втулки здесь есть, а на этом датчике, собственно, NRK-1-DF8 нет таких втулочек. Ну, как бы, внешне выглядит более привлекательно вот этот вот датчик-маневр, нежели NRK-1-DF8. Я его уже проверил, он рабочий, с первого раза попался, нежели вот этот вот. Ну, и как бы, сейчас буду его устанавливать. А перед тем, как его установить, конечно же, нужно будет также сточить вот это вот ушко. И думаю, то, что, возможно, еще буду саму пластину проставочную менять. Если же я ее поменяю, конечно же, я это сейчас покажу. Если же нет, то вы сразу же увидите, как я, собственно, пилю этот датчик и устанавливаю его уже на ту пластину, которую изготовил два года назад. И вот таким вот образом выглядит на данный момент датчик дросселя. Отпилил одной из ушек, но отпилил не так, как в прошлый раз, под корень аж. А, собственно, вот так вот, чуть наполовину, можно даже сказать. Ну, судя по вот этой вот втулочке подкрепления болтика. И этого очень даже достаточно, достаточно с головой. Я уже примерил сам датчик, собственно, напряжение удается выставить, то самое закрытого дросселя. И сейчас буду его устанавливать. А устанавливать я его буду как раз-таки на новую пластину. Я все-таки изготовил новую пластину под этот датчик, так как предыдущая пластина была чего-то как-то не ахти. И, кстати говоря, вот, например, центральное отверстие на пластине на той я не особо заморачивался с его изготовлением. На данной же пластине сделал прям точь-в-точь по диаметру самого датчика. То бишь, вот, например, датчика есть. Здесь вот такой вот, такой пластмассовый выступ круглый. И этот пластмассовый выступ должен входить, собственно, в саму вот эту пластину. И далее уже вот сюда вот, в отверстие вокруг самого штока. Если этого, собственно, не будет, как на предыдущей моей пластине, то у нас датчик будет слишком сильно отходить от дросселя. И придется здесь какие-то проставки внутри изготавливать. Ну, собственно, уплотнение, дабы сам шток плотно сидел в самом датчике. Никаких люфтов не было, чтобы он точно уже все показывал. Ну, а сейчас, как бы, мне эти уплотнения дополнительно делать не нужно, так как датчик у меня сядет туда прям плотно вовнутрь. И вот это вот утолщение здесь в виде пластмассы круглой мешаться не будет. Хотя некоторые, я видел его просто-напросто, вот это утолщение спиливают там наждачной бумагой, либо напильником. Ну, как бы, я вот так вот оставил достаточно того, что я отпилил вот это ушко. Итак, датчик дросселя на своем месте. Проставочная пластина новая тоже уже установлена. Закрепил я ее на два винтика, собственно, в свои оригинальные посадочные места на дросселе. Эти винтики у меня с плоской такой шляпкой, да, бы эта шляпка не выпирала и не мешала самому датчику. Датчик же я просто-напросто насадил на шток и закрепил вот на одно ушко одним, собственно, болтиком с гаечкой. Держится все крепко, хотя ранее у меня, когда бывшая пластина здесь стояла, собственно, изготовленная также мной, ну, как бы она два года держалась, но все же там все болталось. Так, ну, не сильно, конечно, но все равно. И самое главное, там была щель между самим датчиком, между корпусом самого датчика и между пластиной, между дросселем. Там, ну, навскидку, наверное, где-то миллиметра три. Здесь же все плотненько сидит, датчик совсем никак не сжатается, ни туда, ни сюда. Да, все нормально, все крепко. И, кстати говоря, выставил я на данный момент уже напряжение полностью закрытого дросселя. Оно у меня сейчас в районе 0,65 было. Ну, короче, 0,63 пусть будет. Ну, собственно, сейчас заведу, проедусь, посмотрю, что к чему. Если нужно будет, заново поднастроен напряжение полностью закрытого дросселя. Все, как бы, отрегулирую и будет уже очень хорошо. Конечно, вот этот клапан холостого хода еще картину всю портит. Перебранный в свое время не мной, конечно. И вот отсюда вот с этого вот, с этой завальцовки у самого клапана холостого хода почему-то воздух пропускает, ну, подсасывает точнее. Без понятия почему. На других клапанах я проверял, такого нет. Здесь же почему-то так. И, кстати говоря, этот клапан у меня от DOX-движка, 4-цилиндрового, он сюда, собственно, идеально подходит. Не раз ставил уже, так перекидывал. И, как бы, все нормально работает. Поэтому, если что, покупайте, не бойтесь. И, главное, смотрите вот на это расположение самого штекера, дабы он у вас смотрел в ту сторону, куда вы хотите. Думаю, то, что этим лишь и отличается сам клапан холостого хода. Ну, так вот, сейчас, собственно, проедусь, посмотрю, подключу и буду уже передвигаться к следующим болячкам. Не так давно появилась проблема с тахометром, а именно он слишком сильно стал занижать показания оборотов. Я изначально думал, что виноват сам конденсатор, который стоит у нас на разрыве провода от тахометра до катушки зажигания. Кстати говоря, вот так вот он выглядит. Ну, подробнее я выложу его в фотографии, номера, собственно, в группу ВКонтакте. И, наверное, в Инстаграм еще загружу несколько фоток. Ну, так вот, собственно, этот конденсатор не виноват оказался, с ним все в порядке. Да, конечно, вот эти вот клеммы нужно было бы еще зачистить, контакты. Но сделаю я это чуть позже, когда соберу. Ну, так вот, оказался виноват все же сам провод, который у нас соединяется на массу катушки зажигания. Как мы знаем, у нас, собственно, на Ford Scorpio, что второго поколения, что первого, у нас управляющий провод. Это масса, что на форсунке, что на катушку зажигания. Это у нас масса, собственно, управляющий провод. И как раз-таки с этого провода у нас идут показания через вот этот вот конденсатор на тахометр. Ну, так вот, сам получается провод поврежден как раз-таки в том месте, куда, ну, где соединяется на катушку зажигания. А именно, вот-вот-вот у нас сам этот контакт. Идем по проводу и видим то, что вот в этом вот месте провод у нас поврежден. Повреждена изоляция и висит он буквально на нескольких жилках. Да, буквально на соплях. Поэтому сейчас буду восстанавливать всю эту проводку и как бы устанавливаю новые провода. А, кстати говоря, я уже проверял, подсоединял тахометр напрямую и он ожил. Все с ним в порядке, с конденсатором все в порядке. Поэтому проблема лишь вот в этом вот проводе, который нужно будет заменить. Далее же, после того, как была устранена проблема с сигналом на тахометр, после того, как я установил новый датчик положения дросселя с новой проставочной пластиной и, собственно, после того, как я это все настроил, установил напряжение полностью закрытого дросселя, я полез в воздушную систему, систему подвода воздуха в двигатель и, само собой, в первую очередь открыл короб, где у нас установлен воздушный фильтр. И, как вы видите, фильтр вот в таком вот состоянии. На видео, конечно, он выглядит немного чище, он еще был пыльный, но, как бы, в реале, можете поверить на слово, он грязнющий, вот так вот, если, конечно, его разгибать. Ну, да, здесь было намного больше пыли, я его уже стряхнул, не подумал сразу то, что я еще это все буду снимать. Ну, так вот, собственно, выглядит он вот таким вот образом. Здесь щель между самим коробом этого фильтра воздушного и между самим фильтром. Вот такая вот щель образовалась, она еще намного больше была, где-то вот так вот. И, как вы видите, вот в этом вот месте такое масляное пятно. С другой же стороны это масляное пятно намного отчетливее видать. Вот, получается, вот так вот все в масле этот фильтр. Сам короб тоже был здесь в масле, я уже все отмыл. Отмывал все бензинчиком, конечно же. А все почему? Все потому, что вот, например, здесь вот идет от вот этой вот крышки, получается, горловина маслозаливной, идет вентиляция самой вот этого вот подклапанного пространства самого. И это все происходит при помощи, ну, получается, через саму крышку вентилируется. Здесь у нас установлена такая сетчатая металлическая губка, назовем ее вот так. Через нее проходят, получается, газы, ну, само собой, вместе с парами масла. Через вот эту вот трубку, которую я сейчас новую уже установил, и входит эта трубка в сам короб. В короб она входит вот в этом вот месте, где у нас изначально не было никакой губочки. Точнее, она была, когда я перебирал движок, но я ее выбросил, так как она уже была вся грязная. Заново же новую не установил, походу, забыл, либо сглупил. Ну, короче, поэтому у меня просто-напросто свободно вот так все газы выходили с парами масла и сюда всасывались как раз-таки в сам воздушный фильтр, через воздушный фильтр проходили и уходили дальше по воздушной системе подвода воздуха в двигатель. Таким образом, у меня не только сам воздушный фильтр засрался маслом, но еще и, получается, сами патрубки подвода воздуха в двигатель, которые я уже демонтировал, они у меня там лежат, я их также отмыл бензинчиком. Там внутри, ну, получается, эти патрубки, ведь они как гофра, такие ребристые, в этих ребрах, получается, изнутри там аж скопилось такой, я не знаю, мазут, можно это назвать. Получается, вот так вот все было, я там эти патрубки уже отмыл, они лежат, сушатся. Далее же перешел к самим расходомерам. Расходомеры изнутри также были грязнющие, а на данный момент уже там все чисто, как вы видите. Здесь второй тоже, все чистенько. Ну и как бы здесь вот с другой стороны у расходомеров есть, не знаю, получится показать, либо нет. Ну, думаю, скороповоды, там, владельцы автомобиля с расходомерами знают то, что вон там стоит такой штырек в расходомере, и там получается ниточка, вроде бы как это датчик температуры воздуха. Ну, особо не будем углубляться, получается, вот эта сама ниточка, она была также вся в мазуте, что на этом расходомере, что на этом. Все то же самое было, я это все отмыл, отмывал также бензинчиком, собственно, особо, кстати говоря, когда будете отмывать эту ниточку, этого датчика, ее особо не трите ничем, а просто-напросто, там, я не знаю, либо пролейте, либо карп-клинером. Ну, короче, кто как будет делать, не буду советовать, это мало ли еще повредите. Я, короче, сделал по-своему, просто-напросто взял бензинчиком, все облил, промыл, промывал обычной зубной щеткой, как я это обычно делаю, нити я эти не повредил, все в порядке, все чистенько теперь с расходомерами. И еще, у этих расходомеров есть байпасный клапан, так, не падай, вот, получается, сами винтики, они у нас под шестигранный, получается, ключик, что здесь, что здесь, и, получается, сам этот клапан у нас пропускает воздух для холостого хода самого двигателя в обход самой вот этой вот заслоночки изнутри. А он вот так вот как-то этот, как-то эта шахта идет, получается, вот отсюда сбоку всасывает, вот так сбоку идет, идет этот канал, и получает, а, ну да, вот отсюда всасывает, наоборот, идет сбоку по каналу, и здесь дальше уже в патрубок и в двигатель. Поэтому, я не знаю, идеально было бы, конечно, чтобы его прям норм-норм почистить, можно было бы, конечно, вот эту вот крышечку верхнюю снять и этот канал весь, всю эту шахту под воду воздуха в двигатель через байпасный клапан все это прочистить, но как бы я туда просовывался, проливал бензином, вроде бы чисто, продувал, все нормально проходит. Если же будет что-то не так, то придется, наверное, целиком разобрать расходомеры, снять вот эти вот верхние крышечки. Снизу я, конечно, пока снимать не буду, так как проверял расходомеры напряжению, собственно, самого сигнала, все выдает в рамках разумного. Сейчас здесь будет табличка, как это должно быть, а, ну, наверное, вот здесь. Ну, так вот, поэтому, как бы, вот, а, кстати говоря, весь этот мазут-то полетел дальше еще по системе, дальше он залетел в дроссель, а в дроссель у нас есть отверстие, оно вот так вот где-то вот в этом вот месте изнутри, и получается вот так вот шахта идет, это вот дроссель, отверстие, ну, это получается под холостого хода, под датчик холостого хода, да, вот под клапан холостого хода у нас эта шахта. Ай, блин, чуть расходомеры не убил, которые кучу денег стоят. Так, соберем их куда-нибудь вот сюда пока, чтобы не упали. Ну, так вот, получается, дальше у меня мазут летел вот в это вот отверстие, проходил по вот этой вот шахте, попал, собственно, в сам клапан холостого хода. Я полагаю то, что и во впускном коллекторе также дофигища этого масла, но, как бы, не знаю, сам уж впускной коллектор снимать не буду, прочитал клапан холостого хода, прочитал вот эту вот шахту. Ну, в самой шахте не особо-таки много было, конечно, мазута, но все же он там был. Прочистил также дроссельный узел, демонтировал. И все, теперь все чистенько. И думаю то, что все будет работать намного лучше. И, кстати говоря, до этого вот так же появились ведь у меня проблемы с холостым ходом. Вероятно, это вот было как раз-таки вот из-за этого вот мазута. И, как говорится, вот из-за такой вот маленькой мелочи, как воздушный фильтр двигателя получается, все вот это вот произошло. Ну, хотя даже не из-за него. Ну, да, я его ведь установил в тот момент еще бэушным, он уже был грязным. Ну, ладно, не суть важен. Даже если бы он был грязным, при наличии вот здесь вот фильтрующего элемента у меня бы все это масло не полетело в систему. А здесь ничего не было. И, кстати говоря, вот эта вот губка, это обычная посудная губка, губка для посуды, я продувал ее вот так вот, что отсюда, что отсюда. Воздух легко проходит, поэтому думаю, то, что она идеально здесь будет впишется и все будет нормально. Ну, со временем уже посмотрю, что к чему. Сейчас же, что я буду делать? Буду собирать воздушную систему. Далее нужно будет снова перебрать моторную косу. Я ее уже перебирал в прошлом году, но у меня не хватило изоленты и гофры. Сейчас это все буду по-новому красиво все упаковывать. Обрежу, наконец-таки, лишнюю часть тросика на газульку, на, собственно, вот этот дроссель, который я изготавливал так же самостоятельно, когда у меня порвался, ну, расплелся сам оригинальный тросик дросселя. Ну и все, собственно, вроде бы как-то так пока на данный момент. Кстати, начал говорить о воздушном фильтре и чуть не забыл упомянуть о новом. Я ведь его уже приобрел. Вот он получается вот такой вот. Ага, IG-601. Кому интересный артикул. Он у меня идет на Chevrolet Deo GM Sierra Sierra Nexia Astro Cadet Astro MK2. Получается вот такой вот воздушный фильтр. Здесь про Ford ничего не указано. Ну и как бы стоит он на целый доллар дороже, нежели даже датчик положения дросселя. Ну, подходит сюда идеально. Вот даже можете убедиться. Сейчас установлю. Никаких щелей, ничего там нет. Ну, покупал я его как воздушный фильтр для Deo S1, для Deo Nexia, так как знаю то, что они подходят, и можно найти их практически в любом магазине. В любом магазине они всегда в наличии, нежели ждать аналог Ford. Так, ну вот, как вы видите, надеюсь, видно. Никаких щелей по бокам нету. Все плотно село. Все хорошо. Сейчас его, собственно, ну, я его еще достану, установлю по-новому и буду уже далее передвигаться к остальным болячкам, если их найду, а если же нет, то... Пока что можно закругляться, и уже в следующей серии покажу, как выставить угол опережения зажигания на этом двигателе V6 при помощи стробоскопа. Да-да-да, он у меня уже есть. Поэтому ожидайте. Ну, а пока что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, держите своих коней в чистоте, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok